Дайджест недвижимости В результате же проверок в 326 муниципальных образованиях были выявлены нарушения. Основным стало отсутствие регламентов, которые определяют основные виды использования земельных участков. В связи с этим пользователи не имели информации, каким образом разрешено использовать землю, строить на ней магазин или, например, многоквартирные дома. Кроме того, в большинстве поселений карта градостроительного зонирования разработана только на административный центр, тогда как должна распространяться на всю территорию поселения. Муниципальные образования должны скорректировать правила землепользования и застройки до конца этого года, сообщает пресс-центр областного правительства. Дайджест недвижимости В девяти кварталах Кирова планируют построить новое жилье. На этих площадках сейчас расположены аварийные дома, пишет репортер. В этом году участки планируются вовлечь в развитие застроенных территорий. Общая площадь этих участков более 15 гектаров. Предполагаемая же площадь жилого фонда – 227 тысяч квадратных метров. Среди этих и девяти кварталов участок в границах улиц Азина-Володарского, Блюхера-Карла Маркса, Доповской, Садовой и Украинской, а также Павла Корчагина, Торфиной и других. Многоквартирные дома не выше шести этажей, а также детские сады, школы, спортивные комплексы могут появиться на участке улицы Доповской и Садовой, где планируют снести девять домов. Участок за вокзалом Кировская мэрия выставит на продажу в соответствии с конкурсом. Стоимость земли за вокзалом специалисты оценивают почти в 5 миллионов рублей. Теперь к ценам на недвижимость. Квадратный метр на вторичном рынке в июне стоил в среднем 49,5 тысяч рублей. За месяц цена выросла на полтора процента. Новостройки также незначительно подросли в цене. Квадратный метр в июне обходился в 44 894 рубля. Это примерно на процент больше, чем в мае. С начала же года стоимость квадратного метра на рынке кировских новостроек возросла почти на 3,5%. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева.